В школе номер 7 прошли соревнования по ропскиппингу. Чемпионаты первенства Омской области собрали рекордное количество участников. Около ста спортсменов из Омска, Полтавского, Калачинского и Устишимского районов, а также из Новосибирской области, состязались в нескольких дисциплинах. Сегодня у нас дисциплина на скорость, на выносливость, на силу, также командные дисциплины и фристайл. Фристайл, наверное, это одна из самых интересных дисциплин, в которой можно посмотреть, как спортсмены, скажем так, красиво прыгают под музыку, выполняя различные броски, скакалки, манипуляции, мультипрыжки, намотки, акробатические элементы. Роупскиппинг появился в Омске относительно недавно. В России он официально признан в 2019 году. Мы начинали, конечно, с небольшой команды, буквально 10 человек занимались скиппингом, и мы везде популяризировали. Постепенно к нам начали добавляться участники из разных общеобразовательных учреждений, и постепенно, вот если видите, да, сколько уже народу много, порядка 100 человек уже прыгают скакалки не просто так, а именно с целью соревновательных. Одна из сильнейших представительниц Омской школы Роупскиппинга Екатерина Голова лидировала сразу в нескольких дисциплинах. Ей не было равных в спринте, двойных прыжках и восьмерках. Кроме того, в этих видах программы 12-летней спортсменке удалось установить сразу три рекорда Омской области. Я занимаюсь скиппингом с 7 лет, и не нравятся поездки, всякие сборы, не знаю, тренироваться нравится. Бывает сложно, но надо достигать там своих целей. В самой массовой дисциплине, одиночном спринте на 30 секунд, сильнейших выявляли в трех возрастах. В двух из них лидировали представители Новосибирска. В новой дисциплине эстафете школьной лиги в разных возрастах победы одержали две омские команды. Во фристайле нашим спортсменам пришлось серьезно побороться с гостями из соседнего региона. В итоге золото омичам удалось совоевать в возрастной категории 12-15 лет.